Совсем скоро парламент завершит сессию. Политический сезон близится к финишной прямой, но вопросов, которые нуждаются в скорейшем рассмотрении, по-прежнему очень много. Новая власть старается сделать и кадровые назначения, и изменить действующие законы, и принять новые. К тому же необходимо разобраться с наследием, которое оставили демократы. О том, как это происходит в реале, я намереваюсь узнать у моих сегодняшних гостей. Вы смотрите Полюс. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Лидер фракции партии социалистов, исполнительный секретарь партии Влад Батрынчу. Добрый вечер. Добрый. Вице-председатель партии ПАС, вице-председатель парламента Михаил Папшой. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с сегодняшней новости. Ближе под вечер она стала приходить к нам на ленты. Это то, что парламент разработал обращение к международному сообществу с просьбой, такая формулировка, ввести персональные санкции против депутатов Илана Шора и Владимира Плохотнюка, а также оказать помощь в возврате выведенных денег. Ну, вот депутаты говорят, месяц над этим работали. Зачем это нужно первонаперво? И чего вы ожидаете, господин Попшой? В первую очередь это нужно для того, чтобы дать какой-то ответ нашим международным партнерам. Потому что у нас уже есть вопросы из некоторых стран, чьи имена появляются в рапорте Кролл. И столицы, да, руководящие органы этих стран спрашивают себя, почему государственные органы Республики Молдова, в первую очередь прокуратура и другие органы не сделали запросы в органы внутренних дел и прокуратуры этих стран до сих пор. Мы, конечно, тоже себе это задаем, этот вопрос, но мы-то понимаем ответ. Пока что прокурора независимого нету, мы над этим работаем, будет конкурс, будет прокурор. Но до этого нам надо дать правильный посыл, правильный месседж нашим международным партнерам, что парламент оказывает всю поддержку в этом направлении, что парламент серьезно намерен. И эта декларация, эта политическая декларация, что парламент, большинство парламентское, готово предоставить всю информацию, сделать все для того, чтобы вернуть деньги и попытаться посадить тех, кто в этом виноват, и даже тех, кто успел из страны удрать. И это очень важно для наших международных партнеров, чтобы понимать, что на политическом уровне есть поддержка. И они, конечно, поймут, что пока что на данном этапе прокуратура еще, к сожалению, захвачена. Надеемся, на следующей неделе будет назначен временный исполняющий обязанности прокурора. На тот период, пока будет выбран, будет конкурс нормального прокурора, независимого, хорошего профессионала, который будет готов бороться с той системой, которую построили демократы и плохонек в прокуратуре за все эти годы. Но для наших международных партнеров очень важно именно политический посыл, политическое большинство в парламенте, чтобы они не спрашивали нас, чтобы эти вопросы не висели в воздухе. Почему Молдова ничего не делает? Мы хотим, по крайней мере, имея в виду, что прокурора нормального нет, по крайней мере, доказать и сказать утвердительно, что парламент есть, и парламент готов, и вся поддержка по этим начинаниям в парламенте есть. Александр Батронович, персональные санкции, что здесь конкретно имеется в виду? Вы обговаривали о том? Ну, помимо того, что сказал коллега, надо отметить тот факт, что мы должны понимать, что демократы сегодня находятся политически в оппозиции, но это не значит, что они перестали быть мафией, что они перестали быть спрутом. Существует очень много лоббистских групп в Европе, в Соединенных Штатах, с которыми продолжают демократы и лично Плохотнюк контактировать, и, безусловно, они пытаются сегодня на всех международных площадках, в абсолютно всех инстанциях, политических партиях. То, что, минуточку, надо вспомнить, что Плохотнюк до сих пор является вице-представителем социнтерна. Это крупнейшая международная сеть, политическая сеть, в которую входят, если не ошибаюсь, партии из 156 стран, большая часть из которых правящих. Мы все знаем, что в избирательных компаниях они заказывали себе самые крутые лоббистские организации, и поэтому данное обращение парламента, это, прежде всего, будет мощнейшим сигналом для всех международных партнеров, с тем, чтобы не принимали Плохотнюка и демократов, с тем, чтобы с ними не контактировали, и с тем, чтобы не продвигали какие-то политические позиции демократов. Потому что сегодня у нас, хотим-не хотим, мы должны признать, что многие чиновники, партнеры из-за рубежа, где-то что-то читают и говорят о том, что тот парламент в Молдове не так поступает, потому что там по закону о прокуратуре, по кодексу о выборах, что-то вот там нарушаются какие-то нормы. И поэтому это мощный сигнал, в котором четко говорится о Владимире Плохотнюке, о созданной структуре этим гражданином. И персональные санкции означают ограничение передвижения, ограничение контактов. И прежде всего персональные санкции подразумевают рассмотрение индивидуума, который фигурирует в санкциях, с точки зрения вплоть до уголовно-процессуальных каких-то вещей. И это все, безусловно, надо запускать. В том числе персональные санкции могут относиться и к недвижимости, к банковским счетам. Потому что мы же понимаем, что деньги из Молдовы ушли, они находятся на каких-то счетах. И поэтому в данном случае это и политический сигнал, и это обурбание щупальцев демократической партии. Но в том числе и это определенные выводы и действия непосредственно по личности Плохотнюка и Шора. Ну, я не знаю, вот есть ли уже какой-то ответ. По крайней мере, я не видела, чтобы кто-то прокомментировал это обращение. Ну, пока нет. Так его пока нет. Это инициатива. И мы сегодня обсуждаем более того, мы обсуждаем, чтобы эту инициативу в пятницу подписали все 61 депутат правящего большинства. Чтобы был, опять же, мощный сигнал, что это политический консенсус в парламенте. И что это не инициатива одного-двух депутатов, либо какой-то группы людей. Что эта инициатива носит национальный характер, и она представляет собой парламент как институт. Ну, инициатива понятная. Мне кажется, сейчас вот вы все это дело пояснили. Я не знаю, как отреагируют представители даже, может быть, различных стран, не только организации, к которым вы обращались. Не знаю, запросят ли они информацию в отношении того, есть уголовные дела или нет уголовных дел. Ну, вот сегодня, например, многих удивил господин Анастаса, когда он обратился, да, с просьбой конкретной, значит, к нынешнему, не знаю, судя по всему, получается, раз генпрокуратура, то к нынешнему, да, получается, исполняющему обязанности. Снять неприкосновенность депутатов Плохотнюка и Илана Шора и объявить их в международный розыск. Шансы вообще есть у этого обращения? Ну, с нынешним прокурором, исполняющим обязанности прокурора, наверное, шансы невелики. Да, вот просто многие задаются вопросом, а зачем? Вот не впереди ли телеги? Нет, мы такие же запросы публично, да и в парламенте делаем каждый день. Или с 8 июня, когда мы проголосовали, и когда мы провозгласили Молдову с закопаченным государством официально, и прокуратуру в том числе, мы недвусмысленно намекали, и не то, что намекали, а говорили прямым текстом. Примерно то же самое, что говорит и господин Анастасий, и наши коллеги-социалисты, трибуна парламента. Ну, это ведь любого гражданина на улице спросите. Они скажут, что да, Плохотнику и Шору в первую очередь, и еще нескольким депутатам в парламенте не место. По крайней мере, еще нескольким. И, конечно, мы ждали и ждем до сих пор, что прокурор придет. Будь то Харунжина ждали, не пришел, он ушел, бог с ним. Господин Попа вроде тоже не приходит. На следующей неделе, наверное, будет временно исполняющие обязанности прокурора, который, надеемся, будет намного более добросовестный, чем Харунжин и нынешний Попа. И тогда, наверное, политики указания давать прокурорам не могут. Но мы можем лишь надеяться на то, что прокуроры и, в первую очередь, исполняющие обязанности главы генпрокуратуры осознают свою важность, важность своей роли, в первую очередь, и придут таки и попросят нас. Потому что мы бы рады давно снять неприкосновенность нескольких депутатов парламента, как минимум. Но мы дали обет, что будем действовать только по закону. И закон связывает нам руки. Должен прийти прокурор и должен официально попросить. Таков закон. Поэтому мы вынуждены ждать. Если бы не было вот этого в законе, что нужен прокурор, чтобы прийти и попросить снять неприкосновенность депутатов, то, поверьте нам, уж, что называется, за нами бы не заржавело. Мы бы уже давно проголосовали. И надеемся, в ближайшем будущем вот это желание господина Анастасии и всех 61 депутата парламента и великое большинство граждан этой страны исполнится. И несколько депутатов потеряет свою неприкосновенность. Но это лишь начало. Потому что после этого начинается трудная работа для того, чтобы этих нескольких человек объявить в международный розыск, а и те, которые на месте завести уголовное дело, с серьезной доказательной базой, так, чтобы любой хороший независимый судья мог совершить правосудие. Это да, до суда, да, еще, мне кажется, что должно пройти не только время, но еще необходимые действия. Конечно. Да, необходимо совершить. Господин Анатольевич, может быть, это больше эмоционально было такое вот его обращение, потому что стали скрываться некие подробности в швейцарском так называемом деле, да, то есть в прокуратуре. Вы как это поняли? Да, я не рассматривал бы это исключительно как эмоциональное действие. Я думаю, в данном случае министр Анастасия осуществляет некое давление, как и все мы, на генеральную прокуратуру, на систему прокуратуры. Там, ребята, 600 человек подписали декларацию в поддержку демократической партии. Пусть все общества, все международные партнеры еще раз убедятся, что такое молдавская прокуратура. Когда нам те же некоторые европейские чиновники говорят, а я, ну как-то вот неправильно, что вы закон о прокуратуре меняете. Да, говорят. Это демонстрация чего, если прокуратура захвачена государством, где 600 человек присягнуло на верхность одной политической партии. Мы вот сейчас демонстрируем. Ребята, весь мир требует, примите какие-то действия, сделайте что-то. Раньше вы боялись. Вы говорили о том, что вот вас там прессуют и прокуроров, и судей, и так далее. Вот сейчас хотя бы покажите в 12 час, что называется, что вы имеете характер и хоть какую-то силу воли, да. Но мы видим, что это сонное царство под названием прокуратура. Они умеют что-то делать только тогда, когда им дают отмашку, когда за них что-то решает руководство, и когда есть политический заказ. А в этих условиях мы видим, что они весьма инертны. Ведь ни у кого нет сомнений в том, что благодаря прокурорам Шор уехал из страны. Не благодаря политикам. Ведь это прокуроры в лице гражданки Биц и Шор, да. Они пошли в суд и попросили меру пресечения в виде контрол-жудичар, да. Вот судебный контроль. То есть прокуроры тем самым фактически взяли на себя перед судом обязательства и сказали, что этот гражданин Шор не уедет из страны. Ведь так и прокуроры, когда ходатайствовали мере пресечения, они не требовали ареста, даже домашнего и так далее. Это А. Они позволили ему выехать из страны. Они прокуроры, не кто-то другой. Прокуроры. И два. То есть когда госпожа Биц и Шор потом страшно удивлялась, это было не искренне? Да. Это называется в уголовном кодексе, есть статья о халатности и даже о соучастии. Потому что, ну, всем понятно, помочь Шору избежать ответственности и уйти из страны, это соучастие в преступлении. И мы ждем, и все граждане ждут, что, включая некоторых прокуроров, надо с них спросить. К сожалению, как говорит господин Батронич, сонное царство. Мы очень сильно надеемся, что прокуроры проснутся. И если они не проснутся, то мы им поможем. Именно так. И будем менять закон. Ну вот Швейцария пыталась будить, судя по всему. И будем менять закон, потому что парламент обладает этим мандатом от граждан Республики Молдова, для того, чтобы менять закон и бюджет, и многие другие вещи, и кадровую политику. В том числе и по прокуратуре. Хорошо, то, что они дали кому-то бежать, но они же дали и деньги вывезти из страны. Ведь они не наложили арест. Уже когда он свалил, и вся страна это видела, выходит Бетшор и говорит, а в имя прокуратуры диспонии деинформации Кейла Параси Цара. Ничего себе, уже все об этом говорят со стороны, а мы располагаем информацию, что он покинул. Два. Почему не был наложен арест? И в этот же день, когда он покинул, они наложили арест. Он фигурирует по какому уголовному делу? Он осужден первой инстанцией. Почему этот арест не состоялся тогда? Как мера по обеспечению компенсации возврата каких-то средств. По той статье, по которой его рассматривала судебная инстанция. Они позволили ему все переоформить, перепродать, вывезти из страны. Эта прокуратура, мы вот поговорили только по Шору, по Плохотнюку. Ведь когда выводились миллиарды из системы государственной, невозможно из маленькой банковской системы такую сумму вытащить без того, чтобы знала прокуратура. А что прокуратура не знала, что происходило в Национальном банке. А что прокуратура не знала, что делало правительство с секретными распоряжениями. Поэтому мы столкнулись с тем, что этого органа нет. А демократы через своих карманных политиков, неких в Европе прикормленных, говорят сегодня, нельзя трогать закон о прокуратуре, это священная корова. Для нас священных коров нет, и мы хотим заставить прокуратуру работать. То, что сделал министр Анастасий, он еще раз продемонстрировал их в известном смысле слова импотенцию. В отношении Швейцарии, вот есть у вас какая-то еще информация дополнительная? Потому что сегодня мы весь день внимательно следили. Вот будет ли какая-то, я не знаю, какие-то подробности в отношении того, что вменяется к Госкану Плохотнику? У вас есть информация какая-то? Подробностей намного больше, чем то, что есть в публичном пространстве, нет. Но могу лишь добавить, что помимо Швейцарии, есть как минимум еще одна восточноевропейская страна, которая тоже готова помочь, в которую тоже пошли деньги, и которые тоже недоумевают, почему до сих пор органы прокуратуры из Республики Молдова не сделали все для того, чтобы со своими коллегами из этой восточноевропейской страны помочь эти деньги вернуть. Потому что там люди открыты. И мы надеемся, и вот эта наша декларация, именно под спорье к тому, чтобы доказать еще раз нашим партнерам, что мы на правильном пути, дело лишь во времени. Хорошо. На прошлой неделе были сделаны заявления, чтобы депутаты были готовы, что прокуратура может обратиться с просьбой о снятии иммунитета неких депутатов, которые замешаны в краже. Было такое вот, да. Мне интересно, это ведь все-таки, судя по всему, должна пройти серьезная процедура. То есть здесь меняются исполняющие обязанности генерального прокурора. Уже он может, да, обращаться с этим. Свободно он исполняет обязанности. Вы успеете до конца сессии, господин Патронич? Мы готовы созвать эту сессию внеочередной, мы готовы созвать заседание внеочередное, в ночи, в любой день, который попросит прокурор. Но нас никто ничего не просит. И поэтому мы предпринимаем все усилия для того, чтобы прокуратуру возглавили другие люди, не завязанные, не связанные со всеми историями, и не участвовавшие во всех этих подписаниях, наверное, с демократической партии. И мы в данном случае не требуем суда линча, какого-то самосуда, расправы и так далее. Мы же понимаем все, что материалы о преступлениях в прокуратуре есть. Им просто не давали ход. Почему не дается ход материалам, когда они есть? Потому что существуют договоренности, существует политический контроль. Соответственно, человек, который не будет им связан с политическим контролем, у него всего лишь будет задача идти по уголовно-процессуальному производству и пойти с этими материалами в суд. И как государственное обвинение просить у суда определенных наказаний, компенсации публичного ущерба. Потому что большое оскорбление, в том числе наших бедных пенсионеров, это в том, что за их деньги, за деньги людей, граждан, которые платят налоги, заплатили десятки миллионов лей какой-то компании под каким-то названием КРОЛ. Потому что есть тоже, если почитать некие источники заграничные, КРОЛ это тоже не безусловный авторитет мирового уровня. Это частная контора, которая занимается аудитом, сыском и так далее. А зачем, если у нас есть органы прокуратуры, есть ЧНИА, есть структуры, где сидят такие умные, такие талантливые, очень одаренные ребята, которые нам рассказывают, какой огромный объем работы они проделывают. Почему наши органы, которые обходятся людям в сотни миллионов леев, их содержание, все это в люксе, которые ездят по городу, если вы обратите внимание на крутых БМВ, служебных, между прочим, на Шкодах Супербов. А то и личных. Да, я уже даже о личном не трогаю, понимаете. Об этом уже писала пресса достаточно. Что этим толковым ребятам, с прокуратуры, с других органов, помешало провести то, что сделал КРОЛ? По сути, это вот если посадить хорошую команду следователей, за три дня, конечно, не сделаешь, но за три-четыре недели в срочном порядке можно было восстановить все эти схемы, потому что деньги просто так не пропадают, их можно отследить. Почему мы должны были, общество должно было сидеть, следить за каким-то там непонятным КРОЛом и ждать, когда же нам покажут, кто своровал эти деньги и так далее. Когда люди уже все прекрасно понимали, что произошло, кто в этом участвовал, кто это прикрывал и так далее. И поэтому то, что люди заплатили вот за этот КРОЛ, публичные деньги, деньги нацбанков, потому что в любом случае правительство потом перед нацбанком это все закрыло, и правительство контрактовало уже, в свою очередь, кредиты, чтобы это все перекрыть уже в своей кассе. Почему вот эти все наши бравые прокуроры молчали? Почему они не проделали эту работу? Почему они не вышли перед обществом? Первую пресс-конференцию прокуроров я в своей жизни увидел, вот уже когда мы сделали то, что сделали в парламенте, я увидел на пресс-конференции Харонжина и Бицешор и так далее. А чего же раньше молчали? Раньше, значит, не надо было ничего. И они начали объяснять, какую большую работу они проделали. Поэтому ждем новое руководство прокуратуры, и весь народ, все люди рассчитывают на то, что, наконец-то, будут конкретные действия. Господин Павлович, успеете до конца сессии, или на самом деле это все на той самой внеочередной планируется? Народ весь, знаете, переживает. Мы готовы за такое благое дело в любой день недели, дня и ночи, в августе на внеочередную сессию, в любой день. Лишь бы было желание в прокуратуре прийти, на самом деле это требование народа исполнить. Потому что это не Батрыч или Папушой просит, чтобы прокурор пришел в парламент и начал на самом деле работать. Это народ просит. Потому что это у народа украли миллиард. Народ живет в нищете, дороги плохие, медицина плохая, в образовании проблемы, денег не хватает. Потому что из страны украли аж 12% ВВП. Это европейцам, американцам, любому иностранцу скажешь, они смотрят, для них это, если сравнить, у нас ВВП относительно небольшой, но для другой большой страны это реально астрономические суммы, которые люди не могут понять, что такое вообще возможно. Украсть 12% ВВП. Я немножко так вот... И тем более, чтобы тебе за это ничего не было. Да, и к другим темам немножко. Просто народ, понимаете, он тихо радуется за то, что господин Плохотнюк, у него курорт в Майами, господин Керенчук курорт в Румынии, фоточки даже человека осужденный. Вы понимаете, человек осужденный, постит такие замечательные фотографии, как он отдыхает. Народ также радуется за господина Цуцу, всей душой радуется за то, что человек может отдыхать на элитном пляже в Одессе. Вот эти вопросы задают ведь? А радости когда-то приходит конец. Есть хорошая история наших больших друзей из Румынии, которые смогли больших коррупционеров, политиков, привести одного, или в этом случае одну, госпожу Удря, бывшего министра из Коста-Рихи, где она скрывалась от румынского правосудия, и бывшего мэра города Констанции, Раду Мазари, и аж из Мадагаскара, где он тоже очень хорошо устроился, тоже жил упиваючи, на солнце, наверняка на украденные деньги из бюджета Румынии. И вот Румыния смогла привести этих двух, и еще много других. И у нас тоже есть открытые месседжи от наших международных партнеров, что если будет серьезная доказательная база, то и Плохотнюка вернем, и Шора вернем, только надо прокурорам нормально поработать. Потому что наши партнеры международные, ну никто не собирается прикрывать того же Плохотнюка, или Шора, или других больших коррупционеров. Дело лишь нормально, непревзято, уголовное дело составить, так, чтобы ни у кого не было претензий, не дай бог, что это политическое преследование, или еще что-либо. В данном случае, уж что-что, но доказательной базы предостаточно. И прокуроры, на самом деле, у них все есть. И нам же, господин Кетрару, еще давным-давно, еще в котором году, в 15-м, он в парламенте во всеуслышание говорил, что этот Кролл первый, да, это вообще билетристика, у нас информации намного больше. И ведь не соврал же человек, но только не исполнил свои прямые обязанности, и не остановил, и не начал уголовные дела, лишь во всеуслышание говорил, что это билетристика. Вот у наших прокуроров сейчас очень много информации. И вроде страна освободилась, но вот у прокуратуры чего-то не хватает. И мы понимаем, что не хватает нормального руководителя. Потому что прокуратура, как и многие другие институты, очень такие, иерархизированные, у них очень так сверху... Ну, дело не только в прокуратуре, господин Попшой. Я привела пример господина Керенчука. Вы понимаете, это верх цинизма. Человек, который осужден судом, что он делает? Он постит фотографии, как он отдыхает на морях. Это верх цинизма. Это уже не прокурорское дело. Это уже, извините, люди должны конкретно были прийти и забрать его в тюрьму. Я правильно понимаю? Возмущение и ваше, и людей, и наше, оно прекрасно понятно. Но просто хочется у людей сейчас попросить еще немножечко терпения, если все эти годы терпели. Потому что мы, по сути, вот только каких-то шесть недель, что называется, вошли во власть. После этого было две недели ожидания признания. И вот месяц мы работаем, и за месяц по ряду институтов начались преобразования, начались кадровые перестановки. Правительство начало работать, происходит разблокирование, финансирование. Мы начали понемножечку работу в этом направлении, по смене кадров. Безусловно, то, что касается прокуратуры этих органов, чтобы вы понимали, это не наши принципы, это принципы международного права, независимость прокуратуры, их ополная автономия и так далее. И мы сегодня находили очень сложные юридические решения для того, чтобы парламент мог повлиять на эту прокуратуру. И многие еще считают, что это мы где-то вот юридически не в полной мере права. Но тем не менее мы сказали, у нас есть желание изменить ситуацию, и для этого закон должен измениться. И то, о чем сказал господин Попушой, в любом случае мы этот весь путь пройдем и пройдем в максимально оперативные сроки. Потому что то, что мы за эти шесть недель сделали, поверьте, что это достаточно бодрый темп. Мы не спали, не отдыхали. И поэтому в конечном итоге, когда государство выстроит абсолютно всю систему уголовно-процессуальную с соответствующими приговорами и информацией, мы обратимся, как субъект международного права, Молдова обратится во все международные структуры, и начнется понемногу и возврат людей, и возврат тех активов, которые установят следствие. Если мы имеем сегодня подтверждение от целого ряда международных серьезных структур, о том, что к ним никто и не обращался, у них никто ничего не просил. А кто будет просить? Демократы, которые здесь это все прикрывали и создали на три года какой-то кролл для того, чтобы затянуть и сыграть в долгу, а потом сказали, что этот кролл нельзя раскрыть. Вот сейчас, шесть недель, начались реальные процессы по тому, чтобы справедливость в данном случае появилась. И поэтому никто долго загорать не будет. Ни господин Керенчук, ни господин Плохотнюк, точнее, господа, это, конечно, громко, ни Шор, ни другие. В любом случае, в современном мире, чтобы вы понимали, с механизмами современного мира невозможно преступнику где-то прятаться. Видите, и Мадагаскар, и не только Мадагаскар. Потому что есть соответствующие институты, это и Интерпол, это и международные структуры, и международные суды, и международная прокуратура, и многие другие структуры, которые готовы сегодня в данном случае Молдове помочь. Потому что скандал-то был не наш исключительно. Ну, помогают россияне с открытием уголовных дел. Вот швейцарцы переправляют информацию. Вы говорите, еще какая-то восточноевропейская страна. Россияне будут устанавливать то, что связано с отнованием денег. Да? Эти деньги оттуда ушли. Не только у них есть. Там по наркотрафику. У них уже есть, да. У них есть наркотрафик. Наши люди сегодня платят за уплаченные миллиарды. И я всегда, вот если вы вспомните, Людмила, я всегда старательно избегал слова миллиард. Потому что речь идет о миллиардах в множественном числе. И то, что сегодня этот Кролл-2 показал, что группа банков Шора кредитовала не миллиарда, а три миллиарда. Ну, это тоже надо разбираться, из чего состоит эта сумма. Но сам факт, что этот миллиард стал публичным долгом, и для того, чтобы этот публичный долг перекрыть гарантии правительства перед Нацбанком, правительство на 25 лет подписало кредит. И люди будут возвращать вместо миллиарда почти два миллиарда. И это ударило по людям вдвойне здесь, еще плюс через девальвацию Лея, через повышение цен. Поэтому людей обокрали на миллиарды. И безусловно, людей волнует это. И здесь это задача не российской прокуратуры, не прокуратуры какой-то страны Восточной Европы. Это задача наших органов правосудия, которые имеют соглашение, которые участвуют в международных структурах, и которые при условии нормальной работы начнут возвращать обратно деньги. Еще очень важные кадровые назначения предстоит сделать парламенту. Я говорю о судьях Конституционного суда. Потому что, ну, не может страна так долго обходиться без органа высшей юрисдикции. Во-первых, было такое пожелание, было бы здорово, конечно, до 29 июля, до дня Конституции, все-таки с этим как-то покончить. Но я смотрю, вот меня пугает такое большое количество претендентов. Не должно пугать, должно радовать. Нет, я объясню сейчас, почему. Когда вот парламент, да, от парламента у нас вот два человека, и я увидела в списках, ну, такие фамилии, слава богу, там уже три какие-то там они отсеяли, не буду сейчас называть, вот какие. Но это люди, на самом деле, они, наверное, считают, что в Конституционном суде это такая вот должность совершенно потрясающая, где можно вот буквально не так много трудиться, понимаете, многие так объясняют свои решения. Вот вы поясните, вас это не пугает? Нет, нас, по крайней мере, меня и моих коллег, это на самом деле радует, потому что есть три инстанции, да, правительство, парламент и высший совет магистратуры. Каждый номинирует по два. И в каждой из этих структур походит конкурс. И в каждой из этих структур подали около двух десятков кандидатов. Некоторые из них повторяются, но на самом деле вот в каждой из этих инстанций по крайней мере с десяток хороших кандидатов, а где-то пять очень хороших. И есть из кого выбирать. Поэтому нас это радует. Это означает, что конкурс на самом деле открытый, прозрачный. Люди верят в этот конкурс. Потому что для меня было бы намного большой проблемой, если было три кандидата. Да? Или пять кандидатов. Или не дай бога, один кандидат. Как было раньше. Как было раньше, да. Потому что это не конкурс. Когда участвуют 10, 20, 20 с чем-то. Да, некоторые из них, я с вами абсолютно согласен. Некоторые, да, несколько этих кандидатов. Но ты из них читаешь и понимаешь, что по этому человеку плачут органы правосудия. Согласен. А он хочет быть судьей конституционного суда. По некоторым плачут органы правосудия. Некоторые, ну, прямо скажем, не подготовлены достаточно для конституционного суда. Но есть, по крайней мере, несколько очень хороших кандидатов, очень подготовленных, реальных профессионалов. Прямо вот очень. Вот так вот, да, формулируете? Нет, я пересмотрю. Ну, надо, 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 надо в первую очередь понять, что у нас на самом деле специалистов таких больших юриспруденций, страна маленькая, специалистов немного. Но из того, что есть, на самом деле, есть из кого выбирать. И это радует, потому что это доверие конкурсу и это желание на самом деле вот этих некоторых нескольких человек, о которых я говорю, желание на самом деле поучаствовать, внести свою лепту в то, чтобы построить нормальный конституционный суд, независимый, и попытаться исправить то, что было до сих пор. А до сих пор мы все знаем, конституционный суд это было продолжение демократической партии, да? Не было понятно, где заканчивается плохотнюк, где начинается... Вы знаете, я бы вернула еще уважение к самой конституции, как к основному закону страны. И к правосудию в целом, потому что одна из самых больших проблем в республике Молдова, помимо коррупции и многих других, это липсединг кредери. Отсутствие доверия. Отсутствие доверия у граждан к правосудию в целом, к судам, к прокуратуре, к полиции, в стране, которая хочет развиваться без доверия людей к правосудию, развития не может быть. Но все-таки конституционный суд это немножечко другое. Вот мне интересен сейчас ваш комментарий, как вы прокомментируете эту ситуацию? Я в чем согласен. У нас в Молдове действительно очень слабо развито конституционное право и мало готовится и специалистов, и судей, непосредственно специализирующихся на конституционной юрисдикции. Это у нас, на мой взгляд, это, конечно, не упущение, но страна маленькая, такая, какая она есть. Но с точки зрения закона о конституционном суде, это вот что называется идея фикс, еще с прошлого созыва. Просто вот мы не можем прийти к этому законотворчеству. Вот мы сейчас должны проводить эти противопожарные мероприятия, вот спасти ситуацию, выровнять ее. Это хорошая формулировка про противопожарные. Мне понравилось. Я очень надеюсь, что мы, когда вот разгребем эти завалы, мы придем к нормальной законотворчеству в нормальном смысле этого слова, потому что наш закон о конституционном суде, давайте скажем честно, прошло 25 лет. Мир вокруг менялся, менялась и конституционная юрисдикция. Я бы, безусловно, предложил коллегам рассмотреть закон о конституционном суде в новой редакции с определенными уточнениями. Быть может быть, немножечко расширить в данном случае субъектов, имеющих право обращаться за интерпретацией в конституционный суд, потому что сегодня это довольно ограниченное количество людей. Но, безусловно, надо очень четко определить место судей конституционного суда в процессе. Безусловно, это общепринятая международная норма, что конституционный суд это священная корова. Но мы столкнулись с заведомым произволом. А что будет, если четыре гражданина, которые уже большинство в этом конституционном суде, что будет, если они своими решениями будут полностью подменять конституционную материю и не просто интерпретировать ее. Потому что, с моей точки зрения, закон должен быть очень четко предусматривать, что они, форму интерпретации. Потому что когда у нас за последние годы мы привыкли, что конституционный суд не просто интерпретирует какие-то вещи, а он создает новую реальность, новый текст. Вот это, на мой взгляд, это произвол. И сегодня не существует... Они же не занимаются законотворчеством. Сегодня они не имеют права заниматься законотворчеством. Мы занимались. Они должны интерпретировать конституции в части реализации конституции, либо вносить определенные, давать определенные трактовки там, где очень четко не предусмотрено текстом. Но они создавали новый текст. Вот можно привлечь к ответственности президента, депутата, министра, любого высокопоставленного чиновника. И есть, существует четкая процедура привлечения к ответственности. Знаете, кому же привлечь сегодня конституционного судью к ответственности? Через решение конституционного суда. То есть, коллегии конституционного суда. То есть, из шести человек создается коллегия, которая решает, ошибся ли конституционный суд, либо судья, либо... Ошибся ли судья конституционного суда при вынесении решения. Но эти решения они выносят большинством. Если они большинством вынесли эти решения, потом они большинством из шести человек они себя же привлекут. Ну понятно. сами себя, понятное дело, не высекут. Поэтому в данном случае мы должны будем в будущем, когда ситуация немножечко станет лучше, мы должны будем здесь подумать, как обеспечить, чтобы и консонная юрисдикция, и консонный суд работали, и чтобы вот эта система сдержки противовесов работала и относительно консонного суда в том числе. Не успеем до 29-го назначить, как полагаете? Коротко или не уверенно? Имеем шансы, но если на это потребуется, то мы это сделаем и 31-го, в последний день закрытия сессии. Должно успеть. Да, но мне, конечно, как-то надо вот день Конституции, по-моему, по-особенному отметить. Есть такое пожелание. Мы это обсуждали сегодня. Окей, мы имеем ту ситуацию. Нам главное качественно решить проблему. Это правда. Спешить в данном вопросе, конечно, не следует, потому что вопрос очень важный и очень щепетильный, мягко говоря. Поэтому, к сожалению, наверное, к 29-му не успеем, но процесс для нас очень важен, чтобы результат вот этих конкурсов, да, в трех этих инстанциях, чтобы по окончании этих конкурсов у людей не было претензий и у граждан не было восприятия, что опять в очередной раз вышел не тот. Назначили своих. Назначили своих, да. Чтобы были, на самом деле, результат конкурса транспарентный, чтобы были, на самом деле, профессионалы, так, чтобы всем гражданам, ну, всем, конечно, это громко сказано, потому что у нас всегда могут быть претензии, но так, чтобы на самом деле большинству было понятно, что вещи изменились и такие дела делаются иначе, нежели это было до сих пор. И еще можно тоже от себя пожелание? Ты еще разберитесь, пожалуйста, с гражданством этих судей, да, потому что когда вот у нас был суд, когда все еще являлись гражданами другой страны, это вызывало вопрос. Практически все. Весь судебный состав, конституционного суда. Согласитесь. Депутаты тоже многие граждане другой страны. Пока конституция не запрещает. Ну вот, к счастью, у нас не 101 депутат является гражданами другой страны. А когда весь суд у нас является гражданами другой страны, поверьте, вопрос об этом. Но не гражданство влияет на коррупцию. Коррупции, коррупционеры и ворюги в Молдове есть с любым гражданством. Главное, чтобы человек был принципиальный, независимый и хороший профессионал. И патриот. И патриот однозначно. Вот я бы хотела на это обратить особое внимание. Чтобы ставил конституцию Республики Молдова превыше всего. Ну вот в данном случае, если был бы, может быть, полемика части депутатов, министров, у нас здесь немножко разные представления, это нормальное явление. Вот все-таки судей конституционного суда. Вот что такое процедура принятия гражданства? Это ты присягаешь конституцию. Да, клятву еще даю другому государству. Это те люди, которые, мне кажется, абсолютно элита правовой системы своего государства, это те люди, которые защищают конституцию, конституционный строй, это те люди, которые по сути являются олицетворением конституции. И в данном случае, наверное, вот как минимум здесь было бы очень важно, чтобы это были граждане, которые присягнули только этой конституции. Ведь мы говорим при исполнении мандата судей конституционного суда. Окей, по окончании мандата подай на другое гражданство и так далее. Да, здесь есть все-таки некий элемент, который мы еще будем обсуждать с коллегами. Вы только что говорили, что кандидатов, по вашему мнению, недостаточно хороших кандидатов. Так если мы будем ставить такие ограничения, то я боюсь, что кандидатов будут вообще единицы. Потому что у нас много граждан, вы знаете, Румынии, Болгарии, России. Как компромисс давайте он приостановит гражданство на период, когда он будет судью конституционного суда. Да, вот это было бы, наверное, правильно. И будет другое гражданство на период мандата приостановить. И потом его возобновить. Я не знаю, если это юридически возможно, если это... Все суспенды о читателе. Ну, ладно, у нас сейчас есть первоочередные задачи, к этому мы вернемся. Ну, я смотрю, да. Я вот вас немножко сейчас провоцирую, и неспроста, наверное, потому что, ведь смотрите, в последнее время демократы стали радоваться, потому что возникли такие заявления со стороны составляющих коалиции, да. Вот там госпожа Санду сказала о досрочных выборах. Ваша провокация со сравнением с провокациями в парламенте со стороны демократов и партии Шор, это... Спасибо, да. Не, мы же понимаем, что... За комплимент. Но эти все провокации, ну, в данном случае, я тоже скажу, что это не провокация, мы достаточно четко определили приоритеты, у нас четкие задачи, на решение этих задач понадобится изрядное время, и поэтому будем всячески обходить острые углы и так далее. Придет время... Ну, так вот, да. Я еще раз говорю, надеюсь, что мы разгребем эти завалы, мы придем к тому, когда мы сможем дискутировать по сути того или иного процесса. Сейчас, позвольте мне закончить вопрос. Все-таки я начала, да, начала как-то это пытаться формулировать, и вот смотрите, на самом деле эти заявления такие они были, ну, мягко говоря, уже не столь уверенные, да, вот господи Александр говорит, вот все равно будут выборы, значит, досрочные, дай бог, чтобы коалиция год, значит, дотянула. В интервью нашему телеканалу президент очень мягко и очень интеллигентно, но очень решительно, значит, сказал, что пока будем находить между собой компромиссы, у нас есть будущее. Нет, ребята, извините. Вот в то же время, сегодня читаю заявление госпожи Санду, он так красивенько говорит, что старается сохранить политическое партнерство. Им перечисляют четыре фамилии, господин Дадон, госпожа Гречана, госпожа Санду, господин Анастас. Вот это говорит о чем? О том, что все-таки, вот есть понимание того, что каждое заявление представителей новой власти, о взаимоотношениях, оно смотрится не сквозь лупу. У меня Марьяна Ильич, это не то, да? Оно смотрится прям пристально, пристально, пристально. Вот есть такое понимание уже или нет? Понимание, конечно, есть, но в то же время в политике, будь то господин Дадон, я могу говорить лишь за госпожу Санду, за руководителя моей партии, они политики, которые хотят говорить честно. Если у них, они думают, что возможно, если у нас будут какие-то проблемы, мы это открыто говорим, мы это изначально говорили, что проблемы могут быть, да, досрочные выборы могут быть, но мы опять-таки говорим, что мы это не хотим. Мы не желаем вот этот шанс утратить, и госпожа Санду неустанно это повторяет. И вот они на этой неделе буквально завтра вместе с госпожой Гречаной едут в Брюссель, и там будут то же самое повторять нашим международным партнерам. У нас есть сейчас уникальный шанс. Вот вы нас недавно пытались провоцировать. Нас разделяли 20 с чем-то лет. Сейчас у нас есть уникальный шанс объединить страну и попытаться вот на вот этом единении построить ту же экономику, потому что нельзя строить экономику страны, когда тебя вот так растягивают в две стороны. Да. Скажите, пожалуйста, вот снимите сейчас все подозрения. Госпожа Санду готова совершить визит в Москву? Господин Медведев, он звал ее. Я думаю, что наверняка готова. Готова. Ну, если есть премьер-министр суверенной страны и другой премьер-министр приглашает, я думаю, что готова. Вопрос лишь времени. Спасибо. Потому что точно так же, как госпожа Гречаной, вот я вам говорю, завтра и все это увидят. Едет в Брюссель господин Дадон. Тоже у него сейчас будут несколько очень важных международных визитов. Я думаю, что называется... То есть готова. Спасибо. По нашей информации действительно сейчас готовится визит именно в формате 1 плюс 1 президента Майя Санду, премьер-министра Майя Санду с премьер-министром Дмитрием Медведевым. И по нашей внутренней информации это будет очень такой содержательный, конкретный, предметный разговор. И это действительно тоже в том числе падают некие барьеры. И это очень... В данном случае это абсолютно полезно Молдове. Ну, смотрите, у нас сейчас помимо дыры огромной бюджеты, да, европейцы нам сейчас разморозили финансирование. Эти деньги, конечно, могли пойти на что-то конструктивное, что-то там повысить, там, зарплаты, пенсии. Но ведь нет, надо вот эти золотатые дыры... Нет, на это европейцы деньги не дают. Нет, это помощь бюджетная. Это прямое бюджетное финансирование. На это они дают, а на пенсии на это никогда не дают. Нет, ну если бы в бюджете не было этой дыры, то правительство могло бы направить эти деньги на то, что им заблагоразумится. Вот здесь соглашусь. Потому что это прямое бюджетное финансирование. Но надо золотать эти дыры. Но у нас другая большая проблема. Мы знаем, что в начале года повысилась цена импорта газа. И если не решится вот эта проблема, то у нас уже на сегодня серьезная проблема в Молдова-газ. Поэтому равносильно поддержка с Евросоюза в том, что касается прямых вливаний в бюджет. И с другой стороны, у нас есть, что греха таить, очень серьезный интерес в том, чтобы нам Российская Федерация помогла удержать цены на газ. газ. И тут как бы двух мнений быть не может. Когда есть возможность, что тебе хотят помочь, страна не может отвергнуть помощь. Особенно страна, находящаяся в ситуации такой, как Республика Молдова, где, ну да, мы на всю Европу известны как самая бедная, к сожалению, страна Европы. Если есть возможность открыть российский рынок, да, мы на днях была делегация из российского парламента, госпожа Епифанова, господин Косачев. И мы с ними обсуждали, включая и так, товарооборот. 8% сейчас товарооборот между Республикой Молдовы и Российской Федерации. Это для Молдовы и для Российской Федерации, это процент очень низкий. Наши аграрии нуждаются как в воздухе в российском рынке. Эти проблемы тоже надо решать. Проблемы накопились очень-очень много за все эти годы. Но газовая проблема, это, это... Первоначально, соглашусь. Не говоря о цене на электричество, которое мы закупаем в Кучурганах, то есть у Интеррау ЕС. Там тоже очень серьезные вопросы. Все говорят, скобок не раскрывают, но говорят, что ситуация очень интересная. Купили компанию непонятно кто, продали понятно кто, а кто купил, не совсем понятно. Что творится на энергетическом рынке, господин Батронич, мало времени, если можно, ваш комментарий по визиту в Брюссель. Интересно, что за встреча ожидается? Ну, безусловно, это... К тому, что происходит в Кишиневе, есть большой интерес в Европе, потому что, как на взгляд европейских партнеров, новая коалиция, вот созданная в парламенте Молдова, она... Несколько для них не специфична. Левые объединились с правыми и так далее. Понятно, пристальный интерес. И этот визит, он символичен, то, что это совместно спикер парламента и премьер-министр, две женщины, это новая власть. И, конечно, этот визит, он носит и очень символический характер, но и содержательный. То, что с Европейским Союзом существуют определенные соглашения, договоренности, которые надо понять, как оно будет двигаться дальше. И поэтому это очень хороший визит, и я абсолютно уверен, что он будет с результатом. Правительство работает сегодня по разблокированию финансирования с Европы. Президент сегодня готовит второй, мол, да, российский экономический инвестиционный форум с тем, чтобы сюда пришли российские инвесторы. И ожидаем деньги немалые. В перерабатывающие промышленность, сельское хозяйство, в консервирование, в то, что содержит высокий добавочный продукт, да, потому что мы не должны продавать свою первичную продукцию, мы должны что-то производить, это рабочие места, налоги, что-то продавать. И от того, как долго это все продержится, зависит успех экономики. По газу есть определенные договоренности на уровне президентов, отлично, если встретятся наши премьеры и порешают то, что цена на газ, она влияет на цену продукции, а мы хотим эту продукцию продавать. Поэтому все здорово, все нормально. И все зависит от того, насколько нам будет хватать всем мудрости в этом вопросе и немножечко отбрасывать свое личное. Но я хочу сказать, какие бы спекуляции ни были, я хочу сказать свое личное ощущение, что у нас гораздо лучше отношения и внутренняя атмосфера, чем кому-то представляется. – Тут можно только лишь процитировать господина Дадона, который уже неоднократно говорит, если кто-то, я это тоже разделяю, если кто-то нам сказал полтора года назад или тем более два года назад, что у нас будут такие рабочие, хорошие, продуктивные отношения с коллегами из партии социалистов, ну никто бы не поверил. – Представляете, что думали в году УЗИ после того, как они увидели три представителя. – Они не то, что увидели, а как они аплодировали госпоже премьер-министру, потому что они очень сильно со всем уважением господину Дадону, они его много раз видели, он немного помогал, но госпожу саму они не видели. – Да, только смогли нарисовать российский флаг, сзади такой фейк сделать, но на большее не хватило. – Это лишь то, что они готовы, но на самом деле был замечательный мероприятие в Камрате, и после этого мы общались с многими, которые просто были в восторге, Камрачане, да и все ГГУЗы, которые были там, от того, что они увидели, от этого опять-таки единение, потому что там был господин Дадон, там была госпожа Гречана, госпожа премьер-министр Санду, это на самом деле было очень радостно там находиться. – Да, еще все вместе, и еще так вот выступали. Время у нас уже, вот мне показывают, уже совсем вышло, хотел поговорить еще, получить ваш комментарий по предварительным итогам выборов в Раду, но все-таки соседи наши, да, и там поменялся расклад, но я думаю, что у нас будет с вами еще время, и мы поговорим. – Итоги пока еще не ясны, потому что у них тоже электоральная система, как у нас была, поэтому по одномандатам там ясности нет. Но госпожа Санду уже поздравила господина Зеленского с победой. – Да, вот мне кажется, все-таки что есть, что анализировать. – Мы очень надеемся, что с новой властью в Украине будет новый подход, и здесь Молдова может стать хорошим примером, отказаться от черного-белого и попытаться найти консенсус, потому что Украина – это и наш сосед, страна, которую мы очень любим, у нас там очень много друзей, вот этой стране сегодня как никогда нужен консенсус, и надо найти непростые решения из той ситуации, которая она есть, а для этого нужно применить принципиально новые подходы. господин Зеленский демонстрирует новые подходы в политтехнологиях, и очень хочется увидеть, что это будут новые подходы и в целом в политике. – Спасибо. – Мне остается вас поблагодарить за то, что пришли, и за то, что, наверное, за то, что еще остались интересные у нас темы, и я думаю, что мы будем это обсуждать в дальнейшем. – Приглашайте. – Спасибо. – Спасибо. – Вы смотрели программу «Полюс», я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова